Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас, что пишет армянская пресса. Тема называется «Алиев нанес кулак над Карабахом. Азербайджан торпедирует миротворческую миссию России». В общем, армяне уже напуганы, что серьезно, что Эльхам Алиев даст приказ и Латчинский коридор будет перекрыт. Как раз все это здесь в этой статье описывается. Судя по последним заявлениям и действиям азербайджанской стороны, Баку перемещает центр тяжести раскачанной ситуации на Южном Кавказе с границы Армении в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Начата информационная атака с двух направлений. Упреки в адрес Министерства обороны России и командовая российских миротворцев по поводу использования вымышленных армянских топоневов. Но я сделал ролик сегодня. А также обвинение Армении в минировании территории в регионе. Ну вот Эльхам Алиев показывает Карабах-Азербайджан. И уже скоро Азербайджан ударит здесь карабахским армянам им по голове этим кулаком. Так, что здесь пишут подробнее? Министерство обороны, Министерство иностранных дел Азербайджана указало, что с августа на армяно-азербайджанской границе в Кельбаджарском и Лачинском районах были обнаружены мины, произведенные в Армении в 21-м году. Да, я сделал ролик. Как раз там нашли мины. Они были изготовлены в 21-м году. Маркировка была. И вот теперь вот такие проблемы возникли. Что армяне минируют. Это свежие мины. Также утверждается, что эти мины свидетельствуют о том, что Армения использовала Лачинский коридор для незаконных военных действий. Да, перевозят эту военную технику, боеприпасы. Что для этого делается? Это делается для того, попытаться установить контроль над Начинским коридором. Сейчас они готовят этот так называемый соус. Сейчас мы ответили и информируем всех наших международных партнеров о том, что эти мины были извлечены из указанных мест, то есть с оккупированных территорий Республики Армения, сказал Марукян. С аналогичным обвинением в адрес Еревана выступил и заместитель главы службы государственной безопасности Азербайджана Джейхун Шадлинский. По его словам, в Баку имеются факты перевозки оружия на территории дислокации российских миротворцев, а также создания условий для военных провокаций. Если они установили контроль над этим районом в августе, почему мины были бы обнаружены в ноябре, задался вопрос дипломат Марукян. Реальность такова. Азербайджан излег противопехотные мины, установлены Республикой Армения, с суверенной территории Республики Армения, примерно 140 километров оккупированных территорий Армении Джермук, Сот, Хазнавар и переместил их на указанную высоту, которая на языке называется Сарыбаба. И они хотят этим показать, что, мол, смотрите, Лащинский коридор используется для перевозки боеприпасов. В общем, армяне такое мутят. Сейчас попробую показать, в общем, что, мол, здесь были мины в районе Сотка, вот тут Кута, Варденеса, вот здесь были заминированы. Азербайджанцы их выкопали. Армяне заминировали эти территории своими минами в 21-м году. И эти мины, типа, азербайджанцы здесь, в районе где-то Сарыбабы, закопали, типа. И потом сказали, что это армяне, в общем, закопали мины свежие. В общем, такая тут накрученная ситуация. Армяне говорят одно, блин. Ладно, вторая тема будет потом, сейчас. Вот тут целый, как сюжет криминальный, тут, когда сериал, можно сказать. По всему признакам Баку методично накаляет ситуацию в регионе. Идет ли подготовка почвы для новых атак в зоне ответственности миротворцев с продвижением азербайджанских позиций, взятие новых высот на местности. Как это были, да, в августе, да, наступления. Но фронтальная информационная атака, постоянные перестрелки границы с Арменией и нарастающий поток нервных окриков в адрес российских миротворцев складывается в одну генеральную линию. В общем, все, армяне, готовьтесь, Азербайджан уже скоро пойдет наступать. Так, напомним, ранее в этом году произошло резкое обострение в Карабахе, в зоне ответственности миротворцев. Так, погибли военнослужащие, вот так, да, заявили, что погиб азербайджанский военнослужащий, после чего Азербайджан развернул операцию возмездия. И армяне считают, что Азербайджан грубо нарушил режим прекращения огня. И в результате проведенных операций Азербайджан взял под контроль эти высоты Гыргыз и Сарыбаба, а также ряд других господствующих высот в регионе. Уже на силу Азербайджана применили ударные беспилотники. В результате погибли двое, были райны 19 военнослужащих армии в Карабахе. Примерно до этого за месяц премьер-министр Пашинян заявил, что Азербайджан пытается создать легитимность для новой войны с Арменией. Предупреждение главы правительства наше нашло подтверждение в середине сентября, когда в результате продвижения азербайджанских войск вглубь армянской территории Ереван понес очередные серьезные людские территориальные потери. В общем все, армянская пресса пишет, что Азербайджан готов наступать серьезно уже, именно конкретно в Карабахе. Вот Ильха Малеев занес кулак, показывает, Карабах это Азербайджан, никаких там вооруженных банформирований, никаких минирований, это все незаконно. В общем армяне напуганы, что им перекроет Латшин, это стопроцентно уже, понимаете, и сейчас у них, я следующий ролик выпущу как раз на эту тему, там уже не шутки, понимаете, сам Бабаян уже кричит, что все, спасайте, тут будет трагедия для миротворцев, для армян проживающих, но это точно будет там для них трагедия. В общем всем спасибо, всем пока, до новых встреч. До новых встреч.